Несправедливо уволили с работы, не выплатили вовремя зарплату, не переселили из ветхого фонда, как обещали. Люди могут долго терпеть несправедливость, однако есть другое решение. Гражданин имеет право обратиться в прокуратуру с заявлением о предъявлении в его интересах иска в суд, а вы имеете право знать, как это сделать. У жительницы Фрязина Татьяны была обычная семья – муж, двое детей. В 2008-м решили взять квартиры в ипотеку, однако вскоре отношения с супругом разладились, пришлось подать на развод. Ситуация у нас, к сожалению, достаточно банальна и стандартна. В 2009-м году, после нашего развода, муж, к сожалению, как и во многих семьях, в большинстве, к сожалению, женщины оказываются в такой ситуации, прекратил интересоваться детьми, не выплачивал алименты, то есть никоим образом не участвовал в их воспитании. С 2009-го года по 2017-й год эта ситуация у нас так и тянулась в велотекущее. Однокомнатная квартира осталась в собственности супруга, но так как при погашении кредитного займа семья использовала материнский капитал, после развода мужчина обязан был выделить доли детям. Устав от бездействия бывшего мужа, в 2017-м Татьяна решила искать помощи в Щелковской городской прокуратуре. Сотрудники прокуратуры заявление Татьяны приняли и быстро взяли в работу. Достаточно быстро я уже получила письмо с приглашением на первое судебное заседание, первое слушание. То есть искренне выдвинули в соответствии с моей просьбой выделить равнозначные доли, чтобы у мужа, у бывшего и у моих детей все было в одинаковых долях. На это все ушло где-то месяца два-два с половиной. После этого уже было вынесено положительное судебное решение. Применительно ситуации по защите прав несовершеннолетнего в части распоряжения материнским капиталом была ситуация, когда прокуратура в рамках исполнения заданий Генеральной прокуратуры, прокуратура Московской области проводила самостоятельную проверку, изучала тотально все дела по материнскому капиталу. Поэтому и инициировали иск в защиту несовершеннолетнего. Так в каких же случаях граждане имеют право рассчитывать на помощь прокуратуры в защите их нарушенных прав? Вообще законодательство определяет две формы участия прокурора в защите интересов граждан в суде. Наиболее действенное, как мы уже убедились на примере, это подача иска. Круг лиц, которые могут рассчитывать на такую поддержку, строго определен законом. К таким категориям относятся люди, которые по состоянию возраста не могут обратиться самостоятельно, по состоянию здоровья, либо недееспособны. В законе указано также, что и по иным уважительным причинам, когда граждане не могут самостоятельно обратиться в суд, прокурор обращается в их интересах. Есть еще исключения, когда прокурор может предъявить иск в интересах любого гражданина при определенных ситуациях. То есть, если нарушены трудовые права, социальные права, право на экологическую безопасность, право семьи, материнства, отцовства. Такая работа начинается с заявления гражданина. Каждая жалоба или обращение человека – это уже повод для конкретных действий прокуратуры. Не так-то просто взять и предъявить иск в интересах гражданина в суд. Этому предшествует кропотливая работа. Во-первых, проводится проверка, собираются все документы, должен быть максимально полный материал, который позволит суду без дополнительного истребования документации рассмотреть исковое заявление прокурора в наиболее короткий срок. Можно сказать, что иск – это крайняя мера воздействия. Изучив все материалы, прокурор старается урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке. Но если все же дело дошло до судебного заседания, там он выступает в роли истца. Прокурор является профессиальным истцом в такой ситуации. То лицо, в чьих интересах, если мы говорим про граждан, оно в принципе не обязательно ему посещать судебное заседание, потому что прокурор представляет его интересы. И прокурор активно участвует, активно предоставляет доказательства, активно участвует непосредственно в судебном следствии, которое проводится в рамках гражданского разбирательства. Ориентирует суд на необходимость удовлетворения исковых заявлений. Решение суда прокурор вправе обжаловать, а также в его компетенции надзор за исполнением решения. Здесь на помощь приходит служба судебных приставов. Ведь основная задача – это то, чтобы гражданин восстановил свои права. Ежегодно Щелковская городская прокуратура предъявляет около 200 исков в суд, большая часть из которых направлена на защиту нарушенных прав граждан. За 12 месяцев 2018 года мы направили в суд общей юрисдикции 199 исков и заявлений. Из указанных заявлений 178 касалось защиты интересов конкретных граждан. Львиная доля исков пришлась на нарушение трудовых прав граждан. Благодаря 86 заявлениям, которые были удовлетворены судом, удалось выплатить заработную плату работникам различных организаций на сумму более 8,5 миллионов рублей. Также огромную работу прокуратура провела в отношении восстановления нарушенных прав инвалидов. О нарушении пенсионных и иных социальных прав мы обращались 34 раза с исковыми заявлениями в интересах инвалидов к Фонду социального страхования. Эти иски были об обязании компенсировать расходы, которые понесли инвалиды на приобретение технических средств реабилитации. Из них все 34 были рассмотрены и удовлетворены. Общая сумма превысила 5,5 миллионов рублей. Также мы обращались с исковым заявлением в интересах ребенка-инвалида к Фонду социального страхования, а мы выступали с иском об обязании предоставить технические средства реабилитации. В данном случае ребенок-инвалид длительное время ожидал техническое средство реабилитации, которое было необходимо для его развития непосредственно. Это слуховой аппарат костной проводимости. Наши действия подтолкнули Фонд социального страхования. Соответственно, уже в настоящее время эти процессы идут. Будет ребенок-инвалид обеспечен. Большую работу провела прокуратура из защиты прав несовершеннолетних. Вода на 35 исков. 16 исковых заявлений прокуратура подала в интересах Российской Федерации, Московской области и муниципальных образований. 16 исковых заявлений рассмотрено в порядке уголовного судопроизводства, 5 в порядке административного. Есть и еще одна форма участия прокурора в гражданском процессе. В этом случае прокурор также участвует в судебных заседаниях, но не в роли истца, а подробно ознакомившись с материалами дела, дает свое заключение. Такие случаи также определены законом. Из наиболее частых можно привести – это лишение родительских прав, усыновление удочерения, это восстановление на работе, это выселение, возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью, это признание безвестно отсутствующим, умершим, признание недееспособным, либо ограниченно дееспособным. Прокурор также активно готовится к слушаниям, допрашивает истцов, ответчиков и свидетелей, и уже на основании всех полученных данных делает свой вывод и дает заключение. На основании сложного, с учетом всех обстоятельств сделок, полагаем, что имеется основание для принятия такой крайней меры семейной правовой ответственности, как лишение родительских прав, сзадищим просим исковые требования удовлетворить. Таким образом, вступая в дело, прокурор является дополнительной опорой для граждан и гарантом вынесения справедливого решения суда. Мы убедились, задачи городской прокуратуры многогранны, и это не только выступление в роли государственного обвинения, но и огромный пласт работы по защите прав граждан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова